Всем здарова! Жёстко целовались. Блядь, ебать, как раз а**ный переход к концерту. Вот про жёстко целовались. Короче, эм... Время тоже а**ных историй. Время немножечко флэшбэкнуть в прошлое и рассказать историю про концерт Лиды. Это прям вот оно. Прям оно то, что нужно. Вам, вам это понравится. Короче, во-первых, начну с того, что эм... Забегая издалека. Начну с того, что я должен был выступать на концерте у Лиды в Москве. Вот пару дней назад, буквально дня три назад. Там была куча народу. Две тысячи человек. Я должен был выступать с песней про большой пенис. Я должен был выступать на разогреве у него на сцене. Вот. Но в итоге, короче, ситуация такая, что это полный пиздец. Я такого ни разу в жизни не видел. Концерт отменили. Причём, когда уже все люди зашли в зал, концерт ку**ям отменили. И просто, ну, потому что там были опять проблемы эти ковид, хуид, вся эта хуйня. Концерт, короче, отменили. И, ну, соответственно, людям пришлось разойтись. Концерт даже были перенести на следующий день, но его тоже отменили, потому что, сами понимаете, типа... Роспотребнадзор, блядь, красавцы. Вот. Поэтому концерт перенёс на неопределённое время. Я надеюсь, что всё-таки рано или поздно пройдёт, потому что Лида охуенный чел. Он очень сильно попал на бабки. Надеюсь, что он решит все проблемы с деньгами. Даст концерта, всё будет охуительно. Короче, что касаемо вот это, блядь, про поцелуй, про всю эту хуйню. Здорово, Глеб, ещё раз, здорово. Во-первых, я охуел. Вот, знаете, мы с вами сидим туда вот просто на Твиче, что-то пукаем вот друг для друга, чисто на локальную вот наше комьюнити. То есть нас там, допустим, 2000 человек, мы сидим просто на Твиче, веселимся, стримим на локальную там относительно аудиторию, просто прикалываемся. Я охуел от того, сколько людей меня знает вне Твича. Это пиздец. Меня на концерте, я никогда в жизни не думал, что это возможно. Меня на концерте узнавали, ну, просто я иду в толпе, Мазелов, Мазелов, Мазел, бля, это пиздец, просто со всех нахуй сторон. Это, это просто пиздос. То есть, причём, чел там говорит, я тебя в ТикТоке видел. То есть, он вообще, он даже не знает, он не знает вообще, что мы с Третьей, он не знает, кто я. Он просто видел тебя в ТикТоке. То есть, у меня настолько запоминающаяся ведьма ебучка, что это сложно, блядь, не вспомнить. Причём, чтобы вы понимали, я приехал, вот только к началу концерта, ещё не приехал Антоха, ещё вот никто не приехал, и просто иду по улице, я был с пиздец, какого похмелья. Мне было очень хуёво. Я ещё и нервничал с того, что мне сегодня выступать, мне было пиздец, как плохо. И я иду, мне хуёво, у меня руки трясёт вот так вот из-за похмелья. И ко мне подбегает чел, музел, типа, музел, здорово, там, два чела такие, здорово, здорово, типа, Илюха, чё, как там, ебать, чё, как дела? А я стою, бля, ребят, мне очень плохо, дайте сигарету. Короче, мне чел потом пишет в инсте, что вы понимали, ну, он типа пишет, короче, мы хотели с тобой сфоткаться, но я не стал тебя просить, потому что видел, что тебе хуёво. И я такой, блядь, ну, типа, мне стало немножко стыдно за себя, потому что, ну, я реально ни о чём не думал, я только жалился, что мне хуёво и всё. То есть, по факту с ним, ну, я с ним побазарил, постоял, вот, но и ушёл. То есть, за это было неприятно. Вот. Что касаемо уже потом о самом концерте. На самом концерте была гримёрка для артистов, знаете, типа, ну, там все сидят, там был Руслан, Crazy, Mega, Hell, Лида и куча, куча ещё пиздатых чуваков. Вот. И мы в этой гримёрке в основном пукали. Ну, а нам с Антохой там становилось скучновато, потому что, во-первых, там душно, именно, ну, дышать нечем. Вот. А во-вторых, типа, ну, хочется посмотреть, тем более народ уже заходит, народ дохуя в зале, интересно. Вот. И мы с Антохой выходили из гримёрки и ходили просто гулять по этому. По залу. Общались там с ребятами, фоткались, всё было заебись. И, короче, к нам подходит какой-то чел. Бля, причём чел это пиздец, типа, он, насколько я знаю, меня не смотрит, но даже если смотрит, я хочу ему сказать, бля, чел, честно, ты меня, ну, тогда подзаебал немного. Реально. Чё такое в красной кофте? Ты меня реально тогда подзаебал немножко? Пиздец. Я просто объясню, почему. Представьте, вот это стою я. Вот. Это стою я. Он подходит. Слушай, а ты как прошёл на концерт? Я говорю, ну, по-обычному. Ты ПЦР сдавал? Ему Антоха говорит, слушай, всё нормально, мы внутри, забей. Он такой, а ПЦР сдавал? И вот так, блядь. То есть, челу вообще похуй, что ему говорят. Фул поебать, ему вообще похуй. То есть, Антоха, причём говорит, чел, всё, успокойся. Типа, ну, без ПЦРа нельзя пройти на концерт, по факту. Это, типа, ну, нехорошо. То есть, нужно всё делать законно. Но мы прошли без ПЦРов. Потому что мы не успели его сдать, блядь, потому что приехал Роспотребнадзор и всех разогнал. Вот. Но, чел этот продолжает, блядь, ТПЦР сдавал? ТПЦР сдавал? Антоха говорит, блядь, отъебись. Ну, там чел такой, ну, там же очередь. Короче, пиздец, ну, блядь, чел, ну, грузило реально. Ну, то есть, блядь, ну, жёстко, жёстко грузит. Вот. Короче, мы ему всё объяснили про ПЦР. Он спрашивает, что ты сегодня, типа, просто посмотреть пришёл? Я говорю, нет, я сегодня выступаю с песней. Он такой, а с какой песней? Я говорю, с пенисом большим. Он такой, я не знаю такой песни. Я говорю, хорошо. Он говорит, сейчас загуглю. Я говорю, блядь, гугли. Он начал гуглить. Мы говорим, всё, мы пошли. Мы от него ушли, там, пообщались с другими ребятами, ушли потом в гримерку. Возвращаемся опять, просто, чтобы походить через полчаса. Опять он подходит. Ну, чё? Я тут просто ходил, блядь. Мы говорим, а ты с кем пришёл? Да я вот с ребятами познакомился. Я думаю, ебать им повезло, наверное, блядь. Ебать им, наверное, повезло с ним тусить. Чел-то крутой. Нет, чел реально очень искренний и реально добрый. За это респект. Но, блядь. Да ебать он тогда успел жёстко. Это правда. Ну и вот, мы стоим что-то рядом с ним, болтаем, и я просто слышу сзади звук какой-то. Я такой, блядь. Я оборачиваюсь, а там две девочки, метр пятьдесят, с красными волосами, делают друг с другом приблизительно вот это. Я такой, я просто стою, типа, чё началось-то, блядь, типа, а там, они жрут друг друга, они не целуются, они жрут. Там пиздец. Это, типа, очень жёстко. Я оборачиваюсь на Антоху, говорю, чё это такое. То есть, типа, я не против, это их дело, но просто, как мы поняли, ну, они не были знакомы до этого. Они, видимо, ни друг друга не знали. То есть, они просто, ну, такие, о, ты тоже с красными волосами. Я не знаю, по какому признаку это произошло, но, судя по всему, они не были знакомы, потому что, здорово, о, Вась, спасибо большое за рисовку пять месяцев. И это было очень странно. То есть, они стоят там, ну, реально, друг друга жрут. Я такой, окей, подарок нет. Видео снимал. Ты не снимал, я нихуя, блядь. Стоят, друг друга жрут, я оборачиваюсь, всё, они исчезли, блядь. Видимо, они друга съели и самоуничтожились, блядь. Потому что, реально, они что-то целуются, я обернулся, потом оборачиваюсь, их уже нет, блядь. Видимо, они друг друга съели и всё, блядь, испарились. Да ебануться. Ну, типа, я просто, к чему? Всё это выглядело. Во-первых, к тому, что, когда вот уже концерты разогнали, там, очень сильно все сгрустнули. Во-первых, хочу сказать, что там некоторые ребята долбоёбы ебаные, которые начали говорить, Лида там, пошёл нахуй. То есть, они не понимают, что Лида не виноват. Типа, я его помню в гримёрке, он очень сильно переживал, он очень нервничал, потому что он очень много сил, очень много времени, он кучу всего потратил на то, чтобы, ну, типа, всё это организовать, чтобы всё сделать, там всё выглядело охуительно. А все такие, типа, о, нас разогнал Роспотребнадзор, ну, тогда виноват, блядь, ты. Ну, то есть, типа, что это за хуйня? То есть, прикиньте, например, там, мама выгоняет их из-за компьютера дома, и они такие, плюшевый мишка! То есть, что это за хуйня? Ну, ну, очевидно, ебанутые люди, прям максимально ебанутые. Вот. Что касаемо Next этой хуйни, концерт в итоге отменили, это было, ну, реально тильтово, потому что перспектива, ну, выглядело это очень круто в перспективе. Вот. И ситуация такая, что вот последний раз я вышел из гримерки, уже в соло, перед тем, как уходить, просто вышел из гримерки, под конец там пройтись, чисто, ну, блядь, и всё. Чтобы эмоции, скажем так, вернуть. Я, короче, охуел пиздос. Я выхожу из гримерки, и там уже половина, на самом деле, половины народа нет, но кто-то ещё просто сидел, пердел в хуй, то есть, типа, просто сидели там, хуйня всякая занимались из зрителей. И я, короче, выхожу из гримерки, просто, и на меня налетает, я говорю, вообще охуел, просто толпа, блядь. Ну, то есть, реально много людей, пиздец много. Какие-то девочки, пацанчики там, там один пацан вообще, может быть, он есть сейчас здесь на стриме, не знаю, он ещё похвастался тем, что, а я на твоём концерте в Роблоксе, блядь, попал нахуй на сервер. Прикиньте, чел, там было всего 100 слотов, и этот чел смог попасть, блядь, на сервер. Ебал нахуй. То есть, он первый же, о чём он сказал, я у него спросил, а ты там, этот, руку подвятую вверх, переключал табличку? Он говорит, конечно, блядь, конечно. А, они, вот, я к чему всю эту финалочку? О том, что, я вот, всё ломаюсь, типа, ну, делать свой концерт, потому что, ну, блядь, я говорю, честно, я в себе не уверен, в своих силах, я не знаю, сколько людей может прийти, даже теоретически. Но после этого, я что-то подумал о том, что, блядь, это надо делать. Потому что, ну, люди поузну, спрашивали, а что ты, типа, у тебя будет там концерт? Я говорю, да, я очень хочу прийти. И там, ну, они стоят толпой, такие, давай, типа, делай, прикольно будет, мы пришли. Ну, то есть, по это делу, что потенциально, они в тот момент это говорили, то есть, у них было в тот момент хорошее настроение, и они бы, наверное, в тот момент бы пришли. Но в целом, блядь, я бы очень хотел бы сделать, реально. Чисто там, и рофлотреки, и не рофлотреки, всё бы сделать, очень хочу. Но это будет такой пиздец. Я просто боюсь, что, вот я на концерте исполняю песню, и просто, ну, как донатом, меня там какой-то чел перебивает, блядь, и просто там начинает, типа, пошёл нахуй, долбоёб. То есть, какая-то такая хуйня. Но, в целом, должно быть прикольно, я очень надеюсь. Как-то так. То есть, типа, в целом, было весело.